Друзья, всем привет, с вами Тимур и сегодня в этом ролике мы с вами поговорим про фишки, трюки, лайфхаки с айфоном, о которых сама компания Apple вам не говорит. Довольно-таки очень интересные функции. Да, я знаю, что я очень много делаю таких роликов, типа фишки, функции и так далее, но их все же очень много и они появляются, но все же есть старые, о которых, допустим, я не знал, вы не знали, поэтому я хочу вам их показать, может быть, они для вас будут полезными. А мы не будем тянуть и быстрее начнем, но перед тем, как начать, рекомендую вам перейти и подписаться на мой инстаграм, там тоже очень много эксклюзивного контента бывает, так что давайте поехали. Итак, наверняка многие из вас не знали тот факт, что, допустим, в заметках у вас есть какой-то текст, да, давайте напишем текст. Вот, я написал, можно будет сделать так, чтобы айфон проговорил этот текст для вас. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно будет перейти в настройки, сейчас я вам покажу, основные, потом универсальный доступ, ну же. Так, теперь речь и включить вот этот вот тумблер на проговаривание. Теперь переходим в заметки, отмечаем этот текст вот таким вот образом, переходим направо, ой, сорян, переходим направо и произнести. Привет, меня зовут Тимон. Вот так вот это примерно работает. Итак, следующая функция связана с приложением телефон, я надеюсь, эта функция вам понравится, потому что, ну, реально, как для меня, очень полезная функция. Давайте покажу, в чем дело. Заходим в телефон, и, допустим, вы недавно кому-то позвонили, и он у вас не был в контактах, и вы хотите сразу же ему перезвонить, да, последний раз вы ему звонили. Вы просто берете, нажимаете на вот эту вот зелененькую кнопочку, и опять вызов. Все, вот так вот это легко и просто работает. Вместо того, чтобы заходить в недавний, потом смотреть и нажимать. Просто два раза кликаете на зеленую кнопочку, и все, делаешь ли опять. Итак, следующая функция также связана с заметками, как для меня, очень прикольная функция. Давайте покажу, в чем его прикол. Заходим в заметки, и, допустим, у меня есть вот такая вот заметка, да. Беру, отмечаю этот текст, выберу все, перехожу направо, вот такой вот, по такой вот стрелочке. И, как видите, у нас есть, типа, вот такая вот дичь, be slash you, или же be are you. Нажимаю сюда, и смотрите, какие есть тут функции. Произнести жирный курсив, подчеркивание, зачеркивание. Давайте попробуем какой-нибудь. Допустим, вот это. Зачеркнули, и жирный. Вы знали то, что можно было сделать так на айфоне? Я думаю, то, что нет. Так что поставьте лайк, а мы едем дальше. Иногда бывают такие ситуации, допустим, то, что вы хотите печатать там одной рукой, и телефон у вас немножко большой, или же у вас пальцы там короткие, руки маленькие и так далее. Просто берете, зажимаете вот эту вот кнопочку земля, и зажимаете налево, если вы хотите печатать левой рукой, или же направо, если вы хотите печатать правой рукой. Наверняка многие из вас об этом знали, но все же подчеркнул. Едем дальше. Итак, следующая функция... Итак, следующая функция вот реально очень опупительная и крутая. Допустим, к вам пришли гости, и они просят у вас там пароль Wi-Fi, а вы забыли, допустим. И у них тоже айфон. Вы просто говорите гостю, ну-ка, доставай свой айфон. Он достает. Так. Заходит в настройки Wi-Fi. И подключается к вашему Wi-Fi. Вот таким вот образом. Только убедитесь в том, что и у вас, и у вашего там друга или у кого не знаю, включен и Wi-Fi, и Bluetooth. Выбирает он Wi-Fi. И у меня вот так вот выходит пароль Wi-Fi, поделитесь паролем. И нажимаю на пароль, то есть поделиться паролем. И готово. Этот телефон у меня подключился. Видите, как это работает? Очень круто, легко и просто. Едем дальше. И так, наконец-то, последняя и довольно-таки очень крутая функция, связанная с Live Photo. Заходим в галерею. И вот это, допустим, Live Photo. Смотрите. Вот. Оно двигается. Просто свайпим вверх. И можно смотреть, что делать. Петля, допустим, да? И он будет, как бы, вот так вот вечно двигаться. Посмотрите на воду. Лежу, давайте еще какие варианты есть. Тут посмотрим. Маятник. Тоже, в принципе, одно и то же. Длинная выдержка. Вау. Вот это вот круто. Но только я какой-то дебиль не стал. Но все же. Вот так вот можно сделать с Live Photo. Наверняка вы об этом не знали. Так что пробуйте, если у вас там iPhone 6s начинается. Вот такие вот дела. Я надеюсь, этот ролик вам понравился. Если так, то ставьте лайки, комментируйте. А с вами был TeamLine. Не обращайте на звук вот этих вот животных, птиц, птиц и так далее. Просто приходится, пока я тут, в Штатах, снимать на улице. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова